В сентябре 2019 года более 17 тысяч москвичей из Некрасовки, Косино Ухтомского района, Новокосино, Выхино-Желебино и Вишняков избрали меня депутатом Московской городской думы. А сегодня, 8 мая 2024 года, пара десятков единороссов решили самолично взять и отобрать у меня статус, данный народом. Как такое могло произойти и что с этим делать дальше, обсудим сегодня. За прошедшие годы в Московской городской думе, пользуясь правом законодательной инициативы, доступом к трибуне, правом направления депутатских запросов, я старался поднимать самые актуальные для моих избирателей темы. Первое. Обнуление президентских сроков Владимира Путина при изменении конституции. Итоговое мы услышали на этой неделе. А именно то, что Путин получает еще два срока президентства. И он может нами править до 2036 года. И мы понимаем, что это был главный, основной смысл тех поправок, которые Путин же сам инициировал. Оставаться у власти до гробовой доски. Вот единственная цель этой конституции для Путина. Второе. Сверхобогащение его окружения. Пять олигархов, приближенных к президенту Путину за время пандемии, просто нереально улучшили свое благосостояние. Среди них Лисин, Михельсон, Оликперов. Особого внимания заслуживает Владимир Потанин. Его состояние за время пандемии, когда люди находились в кризисе, людям не на что было есть, еду покупать. А его состояние увеличилось с 19 до 26 миллиардов долларов. С 19 до 26. И в это же самое время, так называемое, его предприятие Норильский Никель просто затопило тундру мазутом. Тысячи тонн мазута погубили реки и озера. Все потому, что он экономил на чистых сооружениях. Он деньги эти себе складывал в карман. Третье. Необходимость отмены пенсионной реформы. При пенсионном возрасте 65 лет средняя продолжительность жизни мужчин, по данным Росстата, официальный сайт, в Амурской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, Хабаровском крае, составляет 64 года. Мужчины теперь не доживают до пенсионного возраста. Четвертое. Необходимость отмены указа о мобилизации. Мы также направляем письмо на имя президента Путина от имени нас троих с просьбой издать указ о завершении мобилизации. Это даст то долгожданное психологическое спокойствие миллионам граждан России. И мы очень рассчитываем на то, что президент прислушается к нам и к доводам изложенных в нашем письме. Пятое. Наконец, в своих районах я пытался по жалобам граждан решать самые насущные дворовые и районные вопросы избирателей. Например, нам с командой и с жителями вместе удалось закрыть свалку на Салтыковской владении 8 в Косиноуктомском районе. Вот здесь вот фонд стоит. С товарищем депутатом. С депутатом тоже имеет право. Никого не пускают, только полиция. Вы нарушаете закон. Привет, возмущенные жители Косиноуктомского района идут к незаконной свалке на улице Салтыковская, владение 8. В черте города Москвы запрещены любые свалки. По какой причине там она организована, она уже начинает пахнуть для жителей. Ну, соответственно, вот люди решили выездить, приехали журналисты сегодня. Я как депутат вынужден был присоединиться. Руководители этого процесса есть какие-нибудь? Вот я ему сейчас звонил. Да нет, фирмоз, я с ним. У вас есть у вас? Да нет, это у нас. Это не наши. Но они должны быть у вас. У нас документы, вот. Товарищи сотрудники охраны, я вас прошу сейчас тогда прекратить вот эти работы, которые у вас проводят. Понятно, что все это не могло понравиться администрации президента и мэрии Москвы. И они решили убрать меня из депутатов, используя как грязные перчатки депутатов-единороссов. Ну и сами единороссы, конечно же, были не против. Особенно председатель, миллиардер, официальный миллиардер, олигарх во власти Алексей Шапошников. Я напомню, что он, в свое время используя связи в мэрии Москвы, за бесценок, за 25 миллионов рублей, купил огромный кусок московской земли, а потом продал его почти за 2 миллиарда рублей. То есть, в 80 раз дороже. На вырученные деньги он, в том числе, купил своей дочери, прямо накануне войны с Украиной, купил своей дочери квартиру в Барселоне. И теперь она, его дочь, загорает в ненавистном НАТО. Ну и поскольку законных оснований для лишения меня статуса депутата не было, они решили просто не допускать меня на заседание Думы, а потом, якобы по причине моего длительного отсутствия, лишить статуса депутата. С этой целью, во время отчета Собянина в дистанционной форме, мой ноутбук, из которого я должен был присоединиться к заседанию, просто взяли и отключили от сервера, о чем я неоднократно писал в социальных сетях и предупреждал своих коллег. И другие народные депутаты, Михаил Кимонов, Елена Шувалова, Екатерина Ингалычева, они подняли об этом вопрос на заседании и стали задавать неудобные вопросы председателю единороссу-миллиардеру Шапошникову. Коллеги, на последнем заседании Думы произошла совершенно потрясающая вещь. Коллега Стубин, добросовестно пытавшийся принять участие в заседании, не смог этого сделать, потому что его рабочий компьютер, к которому он присоединился уже в 9.20, так до конца заседания и не был подключен к серверу Московской городской Думы. При том, что, как мы с вами понимаем, наши компьютеры с сервером в штатном варианте связаны постоянно. Более того, странная история произошла с его электронно посланным заявлением, с просьбой признать его неучастие в заседании, уважительно. Мне где-то часа в три уже сотрудники аппарата лично мне подтвердили, что видят это обращение, между тем председателю это было передано, как я понимаю, около 7 часов после заседания. У меня вопрос, кто за это отвечает и где гарантии того, что... Данный вопрос к вопросу повестки дня и к вопросу, который мы сейчас рассматриваем на плане работы Московской городской думы на 4 квартал 2023 года, не имеет никакого отношения с Шуваловым. Я не могу согласиться, что вопрос не связан с темой нашего обсуждения. Как раз напрямую он связан с нашей работой, с планами работы. Речь идет о Евгении Ступине. Да, Минюст признал его иностранным агентом, но ведь избиратели именно ему доверили представлять свои интересы, никому другому. И поэтому очевидно, ну вот для нас, депутатов от оппозиции, очевидно, что он умышленно был не подключен к заседанию, поскольку с рабочим местом в кабинете связь была. И как это так? Ну давайте, друзья, так уже, как бы, ну, до такой мелочности не доходить. Если вы там его кем-то признаете, в чем-то обвиняете, то почему тогда вот доходить до такой мелочности? Что вам бояться, спрашивается? И, конечно же... Уважаемые коллеги, опять же, это был не вопрос, а рассуждение. Мы видим, как Шапошников явно злоупотребляет своими должностными полномочиями. Он даже не отвечает по существу на вопросы депутатов. А почему? А потому что у них абсолютная власть везде, во всех парламентах страны, кроме Хабаровского края. И они позволяют себе нарушать закон. Совершенно очевидно, что не дали участвовать Евгению Стопину из-за того, чтобы вот через полгода его лишить депутатских полномочий. Следующий вопрос Сингалычева. Спасибо, Шапошников. Вопрос мой, почему законно избранному депутату Стопину руководство Московской городской думы препятствует выполнению полномочий? Он должен, если он хочет, присутствовать на заседаниях, в частности, вот этой комиссии, на заседаниях Московской городской думы, но из-за введения дистанционного, значит, вот этого вот голосования, из-за каких-то ошибок на серверах, депутату препятствуют, руководство думы, на мой взгляд, именно препятствует исполнению обязанностей депутата. На каком основании это происходит и когда вы поручите службам устранить эту неисправность. Тем более, что по техническому вот тому вот изображению, которое на экране у него появляется, это говорит о том, что он отключен целенаправленно по чьему-то указанию. Спасибо, Екатерина Александровна. Так же, как и у предыдущих ораторов, ваш вопрос, к сожалению, не имеет отношения к вопросу, который мы именно сейчас рассматриваем. Депутату Ступину руководство думы препятствует исполнению депутатских полномочий, препятствует принятию участия в заседании Московской городской думы. В частности, 20 декабря это было. И вот посмотрим, что будет у нас на следующем заседании. Почему руководство думы препятствует законному депутату, действующему депутату, принимать участие в дистанционном заседании думы? Уважаемые депутаты, прошу всех более внимательно относиться к решениям принимаемой комиссии по организации работы думы тем письмам и сообщениям СМС, которые вам доставляются. На последнем заседании комиссии по организации работы думы было принято решение о проведении тестирования рабочих мест депутатов за одним предшествующим пленарному заседанию, а также для качества связи, возможности подключения и исключения сбоев было рекомендовано депутатам Московской городской думы участвовать в заседании со своих рабочих мест в кабинетах. Репутат Евгений Стопин, которого Минюст признал иноагентом, захотел подключиться к проходившему в дистанционном формате заседанию Московской городской думы, заявили, что оказывается, якобы, безопасно можно работать только из кабинета в здании Мосгордумы. Для выступления с садокладом предоставляется депутату Московской городской думы Олегу Германовичу Артемьеву. Дорогие коллеги, уважаемые депутаты Московской городской думы, приветствую вас с борта Международной космической станции. Обратите внимание, друзья, что когда нужно подключить к заседанию Московской городской думы депутата Единороса, то они это делают даже из космоса, ничего не мешает, связь отличная. Но когда нужно подключить народного депутата, то сервера почему-то сразу перестают работать. В настоящий момент Международная космическая станция пролетает рядом с Японией, с правой стороны, подлетает Курила. Если у кого-то что-то не получается, мы будем стараться исправить эти технические возможности. Пожалуйста, Шувалова. Алексей Валерьевич, ну просто не смешите вы людей-то ради бога. Ну зачем же тогда дистанк, если рекомендовано проводить с рабочих мест? С рабочих-то мест тогда можно и в очном порядке проводить заседание. То есть смотрите, друзья, Шапошников назначает электронное заседание. Это именно он решает, в какой форме оно будет проходить. И вот он решает, что для борьбы с ковидом нужно электронно собираться, чтобы каждый дома сидел. При этом говорит, что для работы оборудования нужно, чтобы мы приехали в Думу из своих рабочих кабинетов. А зачем тогда дистанк-то нужен? И об этом ему как раз и говорила Елена Анатольевна Шувалова. У них кругом вранье. Они заврались в каждой мелочи буквально. Но на самом деле и мой ноутбук, и мой компьютер в Думе рабочий, все они были отключены от серверов. В Думе я мог зайти в свою учетную запись, но проголосовать-то не мог. И они фиксировали мое отсутствие на заседании. Депутат Янгалычева. Значит, первое, по поводу Ступина. Я заходила в кабинет к нему и видела лично, что выдает система на его компьютере. Если вы так тщательно добиваетесь того, чтобы вот мы в кабинетах, давайте я, пришлите мне сегодня технических сотрудников в его кабинет, давайте я проконтролирую, как вы настроите систему. Потому что я вот лично подтверждаю, что система полностью не работает и не пускает в заседание. Я это лично видела. Пришлите специалистов, давайте настроим. Раз вы не можете, я вам помогу. Коллеги, я выражаю также готовность принять участие в контроле за тестированием аппаратуры коллеги Ступина, потому что на прошлом заседании я был свидетелем того, что коллега Ступин издалека со своим рабочим компьютером связался. Проблемы возникли на этапе от его компьютера рабочего до сервера Мосгорду. Давайте это порешаем, я надеюсь, мы это сможем. Ну уж раз пошла такая история, то я тоже готова присоединиться и тоже готова участвовать в контроле рабочего места депутата Евгения Ступина. Я благодарен депутатам Янгалычевой, Тимонову, Шуваловой за то, что они изъявили желание проверить работу моей техники для подключения к серверу. Но, к сожалению, председателям это все также было проигнорировано и никакой реальной проверки в итоге, естественно, не состоялось с участием технических служб. Позавчера, 6 мая, единороссы начали проводить комиссию по регламенту и процедурам, на которой и решался предварительно вопрос о моем лишении статуса депутата. Уже после комиссии только этот вопрос мог быть вынесен на заседание Думы. И, естественно, это заседание комиссии они также решили провести в дистанционной электронной форме. Зачем? А за тем, что меня снова можно было не допустить до заседания этой комиссии, чтобы я не мог никак высказаться. В итоге в моем рабочем кабинете в системе МОСРУ горела только одна конференция комиссии по госстроительству, то есть другой совершенно. А у других депутатов, у всех, горело пять конференций. И в том числе комиссия по регламенту и процедурам, где и рассматривался мой вопрос. В итоге я не мог даже высказать свое мнение по этому поводу. Это нам лишний раз говорит о том, что все это электронное голосование, все эти махинации с дистанционными вот этими примочками, они направлены лишь на одно, на фальсификацию итогов голосования. И поэтому на выборы Путина, на выборы Собянина назвали миллионом призов. Не просто так, а именно на дистанционное электронное голосование. Потому что там нет никакого контроля общества. Там можно нарисовать все, что угодно. И история со мной тому подтверждение. Это фикция. Также, друзья, я хочу выразить благодарность своей команде, своим подписчикам, волонтерам, которые помогали мне эти 4 года в депутатской работе. И с которыми вместе мы смогли вернуть с фронта 30 незаконно мобилизованных человек. Мы смогли отдельным гражданам улучшить жилищные условия. Кому-то добиться лечения, кому-то выплат пособий. У себя округи, в общем-то, и добиваться более масштабных проектов. Корректировки благоустройства, закрытие свалок и многое другое. Дальше, друзья, я планирую продолжить заниматься общественной и политической работой. Конечно, составлять законопроекты, направлять депутатские запросы, выступать с трибуны я в ближайшее время не смогу. Но есть социальные сети, есть возможность привлекать общественное внимание, внимание чиновников к проблемам людей. Именно этим я и планирую заниматься. И если у вас есть желание и возможность мне помочь, то я прошу вас присоединиться к моим аккаунтам в Бусти, если вы находитесь в России, и в Патреоне, если вы за пределами России. Там мы с вами будем обсуждать варианты нового контента для моих социальных сетей, а также будем обсуждать практики взаимодействия власти и общества в других странах. Чему мы с вами можем поучиться, а в чем, наоборот, Россия сейчас занимает передовые позиции. Такие моменты тоже есть. И я считаю, что анализ вот этого момента очень нам будет необходим, когда наступит возможность для политических перемен в России, чтобы мы уже подошли туда с багажом необходимых знаний, необходимого опыта и необходимых дискуссий.